Мы понимаем, что то влияние, которое имела первоапостольская община, оно имело какой-то в себе уникальный феномен, который нас привлекает. И многие люди уже в течение сотни лет пытаются восстановить тот феномен, который переживала первая община первого столетия. И он уникальный, этот опыт, но вы должны понять, что мы с вами сейчас пройдем одну, одну из, мы посетим эту общину, первоапостольскую общину мы с вами посетим. Я это делаю на основании Нового Завета и исторических данных, которые записаны в некоторых историках, чтобы вы понимали это. Фактически мы пройдем этот опыт, который они переживали и принципы, которые были там, до того момента, когда церковь умерла, как механизм, потому что они от чего-то отреклись. Итак, многие верующие или христиане предполагают, что на следующий день после Пятидесятницы Петр просто вышел, сказал, вот основание из церковь, поставили шпиль, сверху крест и вывесил объявление. С завтрашнего дня мы собираемся в воскресенье и над днем звонить колокола. Так оно как бы и есть. Многие верующие считают, что все. Петр – это основание церкви, на которой Ишуа сказал, ты Петр, да? И на этом основании построил свою церковь. И после дня Пятидесятницы Петр объявил о своем решении – собираться в воскресенье. Но это не так, на самом деле. В реальности, чтобы вы понимали, чтобы понять, откуда пришло воскресенье и перемена, знать нужно о том, чтобы календари менялись по причине отдаления от иудейских принципов служения. Календарем, которым мы сегодня пользуемся, был принят именно, чтобы отделить ту церковь после 400-го года и иудеев, которые не подчинялись каким-то христианским уже канонам. Итак, давайте посмотрим, если бы вы захотели попасть в первую апостольскую общину. Как вы думаете, как вы бы попали туда? Не было сцены, не было звуковой аппаратуры, не было гитар, не было громких говорителей, не было света музыки. Вы понимаете, о чем вы говорите, да? Всего не было. Вы понимаете, как вы говорите. Тогда там люди были в тормозах. Абсолютно нет. Тогда было время, когда люди общались. Не было книжных лавок с проповедями разных учеников. Не было свитков, которые бы там распространялись. Там Максвала или там еще других проповедников. Абсолютно не было. Потому что у них все было заострено в том, чтобы быть им и в общении. Ни один член общины не носил специальных, отделяющих от всех других суртуков. Понимаете, что я говорю, да? Каких-то особых галстуков, повязок, чтобы отделить себя от общества. Такого не было никогда. Представьте себе, на улице почти 90-й год. Ну, 90-95 год. Это то время, когда последний из апостолов умер. Примерно в 95-м году умер Иоанн. Это приблизительно. Я не говорю, что это то, что говорят ученые. 60 лет прошло после Дня Пятидесятницы. Я уже сказал, вечер, гавдала, свечи. Почему вечером? Субботу. Отлично. Мышление чисто христианское. Работали вечер, собираемся, работали утром, собираемся вечером. Абсолютно. Хотя многие очень-то к этому как бы идут, чтобы воскресный вечером как бы собирались. Но в самом деле это было то время, когда уже можно было ходить и перемещаться. Конечно, нет. Это закон был как бы. Там есть все... В размере города можно было перемещаться. За или вне, это нельзя было. Потому что можно было дальше приходить. Собирались вечером. Приходят туда на служение. Итак, вы приходите фактически в домашнюю общину, где Павел говорит, приветствую тебя и твою что? Домашнюю церковь. Это была домашняя община. В ранней общине было два уровня. Два уровня общения. Домашняя группа, то есть домашняя церковь. И общее собрание. Общее собрание, мы говорим, проходило всегда в синагоге. Или же в здании, где собиралась община. Написано, что они собирались на храмовой горе. Помните, да? Независимо от количества людей. 20 человек, либо это 30 тысяч. Два уровня. Это домашняя церковь. Да, вот домашняя община. И общее праздничное собрание. Позже, конечно, эти домашние группы соединялись в несколько. Если делали большие, как бы, целые служения. Те, кто находились в Иерусалиме, общее собрание было на храмовой горе. Откуда мы это знаем? Как вы думаете? Из деяния апостолов, что Петр, да? И кто еще? Иоанн. И шли в день, в час что? Молитвы. Куда они и шли? Куда и шли? Куда и шли? В храм. Под шпили. Пошли в храм молиться. И вот это говорит о том, что собрание было централизованным для молитвы. Фактически мы сейчас пройдем с вами культурный шок. От того, что мы знаем, какой должна быть церковь. Вы заходите во двор, где вас очень радушно встречают. Вас обнимают, целуют, приветствуют. Из Писания говорит, я приветствую вас, да? Лапзанием каким? Вы заходите, и вы попадаете, как будто на какую-то вечеринку. Движняк нам начинается. Люди играют на флейтах. Люди играют на лирах, на инструментах, на тамбуринах. Вот то, что в Гарас. Играют. Другие поют, воспевают, танцуют и хлопают. Вы скажете, это не церковь. Точно не церковь. Вы попали не на церковное служение, вы попали в еврейскую межпуху. В еврейский балаган называют. То, что называемая еврейская семья. Где вас встречают на закрытие шабата. Где ликуют, где благодарят Бога за то, что у них был этот отдых, этот шабат. За то, что Бог сотворил его. Славят Бога, потому что написано, что войдя в шабат, вот входить, Иешуа является шабатом. И они говорят, Христос наш, наша суббота. И они радовались. Фактически это не просто был прообраз покоя для них, да. А радость в том, что они, приобревшие Иешуа, своим мессией, могут сказать, что они вошли в настоящий шабат. И в шабат его праздновать. Конечно, когда вы заходите в такое состояние, вам неудобно. Непонятно, что происходит. Но когда вы начинаете прислушиваться к словам, которые произносят люди, вы понимаете, что вы попадаете в словословие, которое люди делали в это время. Если вы сегодня попадете в синагогу, где распеваются песни через Пасидуру, там тоже вы услышите молитвенные пения, где восхваляется через псалмы Господа и идет благодарственное. Фактически очень много происходящего тогда сегодня похоже, но не совсем то. Не совсем то. Мессианское движение имело в себе движение свободы, потому что это не было закатано в песенник, это не было в молитвенник закатано, было на сердце людей. Первопостольская община, или первая община, славословила Господа. Люди выражали свою радость. Фактически нельзя сетовать в шаббат. Печальным лицом нельзя ходить. Понимаете, что я говорю, да? Я хочу привязать вас к тому, что происходит иногда сейчас, в многих общинах и религиозных, и покажу вам, что произвело к пробуждению среди хасидского движения, которому, по-моему, 200 или 300 лет сейчас будет. История немножко повторяется. Через время, которое вы услышите там пение, играние, вдруг в это время люди начинают вставать друг против друга, образовывая одно кольцо вокруг себя, и второе кольцо. И начинают водить хороводы. Почему я говорю об этом? Потому что ранее христианские авторы описывали это действие уже в 200-м году. Я вам помните, я вам говорил, что до реформы, которые делал Константин, церковь или общины, они имели в себе шаблон пробуждения, которое было в Иерусалиме, пробуждение, которое было в Ефесе, в Калаше, в Колоссянах, в Колосах и в других местах. Они брали этот принцип и употребляли в развитии общин и евангелизации через проповедь. И этот принцип они иногда описывают. Там написано, это Клементий Александрийский. Около 215 года наша эра описывает прославление на земле как единственное с небесным прославлением. А небесное прославление описывается следующим образом. Они танцуют. Кто они? Они, люди, в круге вместе с ангелами, которые вокруг него, не имеющие начала и конца. Понимаете, о чем вы говорите, да? То есть, был какой-то принцип служения в ранней общине. Мы говорим, два уровня. Домашние группы или домашняя церковь и общее собрание торжественное, может быть, литургическое, но оно тоже было. И вот, когда шли на домашние группы, там происходило движение, песни, словословие, хвала, и начинались делать хороводы. И эти хороводы описываются уже даже в 215 году Клементием Александрийским. Амброзий Миланский, человек, который привел Августина к Господу, писавший в 390 году нашей эры, серьезное наставление своим людям. Да будем танцевать, как Давид. Это, как бы сказать, не отцы в церкви, но люди, которые влиятельны были в то время, привели Августина к Господу. Да будем танцевать, как Давид. Да не постыдимся показать, как мы обожаем Господа. Танцуйте, поднимая тело над землей в небеса. Танцуйте с верой, что есть единственным живым благодати Божией. Ну, или живой благодати Божией. Есть свидетельство живой благодати Божией. Тот, кто танцует, как Давид, танцует в благодати. Мы это всего не слышали, потому что церковь в один момент отрекается от той системы, которую Бог поставил. Тот образ и тот принцип, через который была евгелизация этих людей. В то время, примерно к этому 300-му, к концу 3-му веку, мы говорили, 10 миллионов уже говорили о том, что они верующие в Вишуа Мессии. И принцип был взят из той первой общины, которая имела в себе живое действие. Тот, кто танцует, как Давид, танцует в благодати. Поэтому, когда мы вас призывали танцевать в служении, вы танцуете в благодати. Святой Василий, такой есть, 4-е столетие, писал, «Разве может быть что-то благословенней, чем повторять на земле ангельские танцы в кругу?» Святой Василий, такой есть. И дальше, «Разве может быть что-то благословение, чем повторять на земле ангельские танцы вокруг?» или в кругу? Для тех, кто танцует, им аж так, «А, да, да!» Те, кто не танцуют, скажут, «Ах, надо, надо!» Такой образ церковного служения ни в коем случае не входит в наш разум. Понимаете, да? Он как бы каким-то автоматическим положением отрицаемый в основных церквях или в деноминациях. Радоваться пред Господом в танце – это какое-то удивление или же для многих это как бы сарказм или даже богохульство танцевать. Но мы видим, что ранняя община и повторяется это через Писание, это подтверждается. Плюс это пишут люди, которые историки, о том, что происходило в то время. Во времена Августина, это четвертый век. Августин фактически начинает реформацию и идет повальное как бы такое пренебрежение к танцам или к хороводам как таковым. Августин начинает противостоять этому. Мы должны понять, что все-таки года берут свое. Там есть свои принципы, почему к этому пришло. Но также Августин просит людей сохранять священные танцы. Хотя противостоит им, но не так быстро хотел уничтожить все это. Представьте себе, что эти хороводы начали развиваться, делаются движения. И вдруг в один момент все начинает спокойнее иметь свою тенденцию успокаиваться. Многие люди становятся на колени. Представьте себе, что вы находитесь в этом собрании. Поднимаются руки к Богу и начинается благодарение. Вы начинаете переживать сильное присутствие Бога. потому что здесь уже включается местописание «Войду во дворы твои с хвалою», да? Во врата твои с хвалою. Во дворы твои со словословием. Во время именно хвалебного поклонения, не словословие, а хвалебное поклонение. Больше всего проявление славы Божией, и вы начинаете слышать, как люди начинают молиться, и на их молитве другие говорят «Аминь». Мы должны это помнить, потому что трапеза и участие в трапезе является располагающее к разговору действие. Вы заметили, что большинство договоренностей или подписания договора всегда потом закрепляется застольем. Да? Это нормально. Это по-человечески. В это время, когда происходит разговор о Писании, говорят о том, что происходит, что Писание говорит, кардинально меняется атмосфера. Почему? Потому что во время, когда люди говорят о Боге, Бог присутствует в этом разговоре. Писание говорит о том, что когда мы имеем общение друг с другом, кровешу Мессии очищает ото всякого греха. Это что значит? Я пошел к Диме на улице встретил, говорю, как дела по жалому руку, и я очистился от греха? Я же имею с ним общение? Я могу иметь такое, другое общение, наехать на него, говорит, ну ты вообще, ты таким буром, таким пойти, и он на меня. Это тоже, можно сказать, общение, но более такое агрессивное общение. В этом, есть ли в этом смысл, что кровь Христа очищает нас от этого греха? Нет. Фактически, о чем говорится, когда мы имеем общение с друг другом, в первой апостольской общине, то есть, в модели, которая имела первая община, первое столетие, да, они во время трапезы, они общались, то, что происходит сегодня в многих синагогах, они это оставили, как бы, ну, занычкой такой, как бы, как одно из своих цимисов назвать, как сказать еще, эксклюзивного такого момента, что они общаются в этом время. Когда имеют общение, они говорят о Слове Божьем, Слово, которое Бог дал, что исполнилось, что не исполнилось, какое Слово это говорится. И здесь, во время рассуждения над Словом, и Слово дает свободу. Понимаете, да? В это время они переживали особенно присутствие Божье, они рассуждают над Писанием. А давайте откроем 1 Коринфян, 5 глава. Я посмотрю место Писания. Там, конечно, написано, там 5-я стихника, не читайте для себя, пожалуйста. Да, все прочитали. В собрании в собрании Ваше во имя Господа Ваше Ишо Мессии, да? Общее с моим Духом силы Господа нашего Ишо Мессии. Здесь говорит о том, что в собрании происходили действия. То ли это было действие в наказание, рассуждая над Писанием, и потом человека могли его обличить, могли предать, ну, как бы сказать, создание. Но также есть понятие, как общение во имя Господа. Как можно иметь общение без Господа? Это просто какие-то вечеринки болтать, о чем-нибудь, анекдоты и так далее. Но здесь во имя Господа, то есть центральной фигурой вашего общения, в собрании должен быть кто? Мессия. Мало того, что там еще есть общение с моим Духом, то есть должно быть взаимное отношение, что оно было свидетельством друг другу. здесь написано, посему станем праздновать не со старой закваску, не с закваской порок лукаса но с опресноками чистоты и истины. О чем говорится? То, что они обидались, они общались, и они опресноки, чистоты, прообраз их не пищи было налицо. Шаббат заканчивали свой именно прошлое прошло, теперь должно быть все новое. Хотя здесь описывается о наказании, о дисциплине, но дисциплина производилась также в обществе, прилюдно. потому что пробуждение, которое было, оно всегда обличало. Дух Святой сходил для того, чтобы обличить этот мир. В чем? В правде, во грехе и суде вечном. Поэтому было важно, чтобы люди, которые приходили, они были обличаемы. То есть не то, что мы говорим ты грешник, а атмосфера, происходила там. Мало того, что община собиралась еженедельно на служение, как центральным собранием, они собирались и каждый день. И они понимали одну позицию, что когда они собираются все вместе, они составляли из себя храм духовный. Они четко понимали одну позицию. Если мы собрались вместе, мы как живые камни должны направить свои сердца к Богу. Если мы все вместе, значит мы храм, храм, а Бог обещал, что я буду пребывать в этом храме. Мое присутствие будет в этом храме. Поэтому Иешуа говорит, где вас двое или трое, во имя мое, я посреди вас. Чаще всего люди не сознают ту силу влияния своего слова, то понимание, что Бог с нами и мы состоит дело как живые камни. составляем из себя живые камни. Первый и второй храм разрушены. Понятно, да? Уже в это время второго храма нету. Но 10 миллионов людей исповедуют Иешуа личным спасителем. Что происходило тогда, когда наполнялся дом присутствием Божиим? Началось служение, начинается служение. Описывается Коринфянам 14 глава. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. с 1 стиха 14 главы 1 Коринфянам. исцеление исцеление не было дивом для того времени. И поделитесь на его времени. И поделитесь на дарах он говорит о том процессе который происходил в общине люди приходили на служение приходили на гавдалу они приходили на радость на веселье во время этого движения покушали поели и вдруг начинается пророческое движение начинается рассуждение словом и происходит что-то особенно нечто божье присутствие начинается обличение духом святым и таким образом тайны сердце его обнаруживается и он падет нить поклонится богу и скажет истина с вами бог попадете как приходила евангелизация не только на улицах и проповедовать или на таких больших аудиториях фактически домашние группы они действовали им таким образом когда при люди приходили душ сходил они были обличаемы видят чудеса и люди верили что эти чудеса происходило нечто люди говорили воистину самим с вами бог и иерей такой был один из отцов церкви и иерине и иериней извините иериней около двухсотого года писал говоря что в его дни пророчества языки и чудеса исцеления были обычным делом в общине то есть церкви добавляю что часто виды людей восстающих из мертвых и поднимались из гробов по молитве святых августин когда уверовал он сомневался о том что происходили чудеса когда он уже больше укреплялся вере он пишет нет другой цели из цели исцеления кроме как помочь человеку проверить что в мессия есть господь что ишуа есть господь другими словами исцеление не было как бы вот на те вот хотим исцелиться а исцеление это как бы для любого человека было бы как проверка что ишуа есть господь во время уже разрушение империи римской я не знаю вы знаете такое имя такое гиббон историк ты знаешь да он писал примитивные христиан христиане непрестанно стоят на мистической почве они чувствовали что за всех сторон они были безопасно стоящие они видели как действия демонов разрушали страну они противостояли демона успокаивали через видение обучаемы были пророчествами и удивительно были освобождены от опасностей болезней и многие были освобождены от смерти через молитву церкви обыкновенно простые люди и Продолжение следует...